Еще в 90-х, когда на Солнечной Поляне шла застройка, люди возмущались, что привычное место для активного отдыха обрастет многоэтажками. Прошли годы, а жилье здесь покупают и все охотнее. Теперь же ситуация повторяется с территории речного вокзала. Некоторые барнаульцы не очень радушно встретили новость о возведении здесь нового жилищного комплекса, рассказал на пресс-конференции инвестор Надар Шония. И добавил, что этот участок может стать новым центром притяжения для горожан. Через несколько лет на берегу Аби появятся комфортные небоскребы высотой более 40 этажей, которые соединит общий стилобат с коммерческими помещениями. Наличие кафе, ресторана, наличие плавательного бассейна. Плавательный бассейн из шести дорожек длиной 25 метров и две дорожки детские. Наличие детского садика. При этом доступ к Аби останется открытым для всех горожан, заявляют строители. К слову, прилегающий участок набережной тоже обновят. Она соединится с уже существующими благоустроенными частями городской набережной и будет выполнена в одном стиле с ней. На строительство всего комплекса будет затрачено больше 5 миллиардов рублей. Мы постарались найти такую золотую середину, которая на въезде бы не закрывала и город. И в то же время, чтобы мы получили интересный объект, это как можно сказать, визитная карточка, чтобы она стала в последствии визитной карточкой города. Вот так начиналась работа над еще одним крупным объектом в самом центре города. Долгое время территория бывшего стадиона «Локомотив» находилась в запущении и стала местом мелкой торговли. И только осенью 2020 года застройщик получил разрешение на возведение здесь нового жилищного комплекса. Правда, по традиции, не все барнаульцы сначала позитивно оценили новшества. Вы видите, да, но сейчас как-то меньше стало. Блогеры выходят, там какой-нибудь угол возьмут, там какой-нибудь кусок возьмут и подают как будто бы вес лакт или локомотив, сейчас не знаю, любой обед, как будто бы там бедствие какое-то. Но ведь, вы знаете, я считаю, что это неуважение к застройщикам, люди, которые созидают, люди, которые стараются делать. От стадиона «Локомотив» оставили не только название, но и главный фасад бывшего стадиона, который выходит на проспект строителей. Решено, что этот исторический объект станет фасадом магазинов, кафе и других заведений. Сами же дома будут в английском стиле с разными планировками квартир. В перспективе еще один жилищный комплекс на проспекте Сибирском. Это будет современная 15-этажка, строительство которой начнут с 2022 года. Правда, застройщик презентовать его не торопится. «По моему мнению, срок реализации нового, вы все равно зададите этот вопрос. Начало – это конец первого квартала следующего года, плюс-минус месяц. Ну и где-то два с половиной, три года мы берем на реализацию данного проекта». Пока работы на этом объекте только в планах, на другом уже уверенно приближаются к финалу. В следующем году намерены завершить реставрацию дома купца Шедрина или, как его знают в народе, русский чай. Здесь появится ресторан с традиционной русской кухней. Здание с вековой историей будет современным изнутри, что только добавит интерес, заверил Надаршонья. Однако на достигнутом ведущий застройщик Барнаула не останавливается. В планах работы и далеко за пределами региона. К примеру, строительство апарт-отеля на Красной Поляне в Сочи и жилого квартала в Подмосковье.